С днём Великой Победы, многоуважаемые телезрители, дорогие граждане Республики Беларусь! Вчера был именно этот день и этот праздник. Некогда белорусы, наша страна, в составе советского народа одержали победу в 1945 году. Почему наши прадеды победили, и мы победим? Почему мы называем Победу Великой? Почему та Победа до сих пор так актуальна для нас? Вот об этом и хотелось бы поразмышлять сегодня. Мне думается потому, что тогда, 75 лет назад, победа не была чисто механической результатом определенного сражения. Это была победа наших ценностей над ценностями фашизма. Это была победа духа божественной правды над ложью надуманных человеческих идей. Победа общих для всех смыслов равенства, братства, свободы над идеями личного превосходства одних над другими. Наций над народами, богатых над бедными, здоровых над больными, успешных над кроткими. Наши предки воевали за то, чтобы ни один на земле человек не мог сказать другому, ты не достоин жить. Наши прадеды боролись не за свою жизнь и даже не за свою страну, а за жизнь жителей огромного государства, которое включало 15 стран. За каждого из них готов был умереть даже подросток. Для каждого советского воина таджичка шила форму, азербайджанка добывала нефть, русские, украинец, армянин, грузин, молдаванин, казах, белорус умирали на фронтах. Мирные жители всех стран того советского пространства жертвовали семейными драгоценностями фонд, обеспечивающий армию, при том, что им тоже нужно было есть. Но общественный интерес был выше личного чувства самосохранения. Наши прадеды победили, и мы победим в духовной брани, которая сейчас идет. Невидимая брань на небесах за будущее нашей планеты, за будущее наших детей. Мы все до единого человека на земле в ней участвуем. Мы победим не только коронавирус, который по сути не является самой большой проблемой, как то, что он обнажает и вскрывает в обществе, в людях, в каждом из нас. Он не просто одевает, он срывает маски. Хочу сразу предотвратить нападки доброжелателей, которые будут кричать, что вирус – это глобальная угроза жизни, а Федор Повный считает его, считает его не проблемой. Я имею право так говорить-то, как сказал, потому что неголословен. Мою семью и родственников, самых близких мне людей затронула эта новая болезнь. Меня коснулась потеря близкого человека. Я не бравирую. Передо мной, как священнослужителем, вирус тоже поставил этическую дилемму. Нужно или нет закрывать храмы? Нужно или нет поступаться какими-то принципами в вере? И я определил свою личную позицию и взял ответственность перед Богом и перед людьми. Вирус заставил сегодня всех определиться в ценностях. Так же, как это было в Великую Отечественную войну. Либо ты герой, либо предатель. Не было середины. Если ты веришь во Христа, будь готов умереть за Него. Если ты любишь Родину, будь готов умереть за Него. Если ты выбрал девушку себе в Жены, будь готов умереть за Него. Если ты родил детей, будь готов за них жизнь отдать. Бывает ли по-другому? Нет, не бывает. Заметьте, я не говорю «заставь других умереть за чьи-то ценности». Только будь готов сам лично. И в этом смысле коронавирус – хорошая лакмусовая бумажка. Особенно общественных источников информации. Он проверяет, насколько чисты воды этих бурлящих ключей. Посмотрите, какая жалкая истерика была вокруг, нет, не парада, а решения. То есть слов главы государства проводить парад. Какое жонглирование понятиями продемонстрировали нам многие мыслители. Парад – это не просто показ военно-технических достижений. Это дань памяти павшим. Это благодарность за великую победу. Это традиция, которая для ветеранов важна как воздух. Потому что для них – это напоминание о смысле их жизни и их подвига. Парад – это трансляция миру, если хотите, наших ценностей и того, что мы не отказываемся от них ни при каких условиях. Да и вообще, поймет ли ветеран, который раненый, лежал в грязи, и которому ногу пилили по-живому из-за гангрены, нас, плачущих от страха заболеть, респираторным вирусом. Страшным, но все-таки вирусом. В этом году не просто парад был, а борьба за ценности, борьба общественных и личных интересов. Парад и коронавирус. Именно это сочетание позволило проверить, как быстро наш народ откажется от себя, от своей свободы, от своих убеждений. Можем ли мы повторить? Может, вы обратили внимание, как реклама все больше предлагает фразы такого содержания? «Весь мир изменился, а ты нет?» А я не буду меняться. Точнее, я никогда не изменю ценностям моих предков. Да, после коронавируса мир будет иным. Если мы сможем признать божественный закон, общественные интересы выше личных, то мир даст нам еще один шанс самим строить то будущее, какое нам желанно. Наша история написана кровью нашего народа. «Изменение хоть буквы в этой летописи равносильно отказу от корней, от своего народа. Мы же своим духовным стоянием созидаем будущее и пишем современную историю. Хорошо, что малой кровью». А праздник Победы в скором времени, когда уйдут ветераны в вечность, возможно, примет иную форму, чем парад. Для этого и наш народ возвел храм-памятник в честь всех святых и собрал там память о каждом погибшем. Память эта когда-то будет распростерта и на ныне еще живущих почетных ветеранов. И никто никогда не сможет переписать нашу историю, осквернить своей неблагодарностью память павших. Но до тех пор, пока жив хоть один ветеран, по раду быть. Наши деды победили, и мы победим. Без истерик примем то, что предлагает время. Но взамен никогда не отдадим того, что обязаны сохранять и выполнять. И в завершение хочется сказать. Вечная память павшим воинам и душам умерших из-за вируса. Они сейчас пристально смотрят на нас с небес. Видимо, Господь пополняет свое воинство. И его воины будут молиться за нас и помогать нам стоять в духе в это непростое время, когда каждому нужно определиться, определиться со своими ценностями. Наши прадеды победили. И мы, Богу содействующим, победили. Еще раз всех с праздником! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok